Привет, друзья! Меня зовут Юля, и сейчас я покажу вам 10 кулинарных хитростей. Если вам нужно быстро очистить помидоры от кожуры, просто сделайте на них крестообразные надрезы, сложите в миску и залейте кипятком. Оставьте так примерно на 30 секунд, затем сплосните холодной водой, чтобы не обжечься, и потом кожура будет очень легко сниматься. Такие помидоры удобно использовать, например, для яичницы. Просто нарежьте их на кусочки и отправьте в сковородку. Второй лайфхак с авокадо. Если вам нужно разрезать авокадо, просто возьмите небольшой ножик, сделайте надрез по всему периметру авокадо, как я это делаю на видео, и затем аккуратно прокрутите между ладонями. После этого достаньте косточку и с помощью чайной ложки выньте мякоть. Это будет легко сделать в том случае, если авокадо у вас спелое и мягкое. Такое авокадо здорово использовать для вкусного завтрака. Если у вас есть сухие грибы, просто измельчите их в блендере, и у вас получится прекрасная ароматная грибная приправа, которая подойдет ко всем блюдам. Даже одна маленькая чайная ложка этой приправы сделает ваше блюдо с ароматом белых лесных грибов. Если для какого-то рецепта вам нужно выжать сок лимона, просто покатайте лимон по столу, как я это делаю на видео, и сок будет выжиматься легче. Если вы хотите сделать сырники, то вот вам классный способ, как сделать их красивыми и ровными. Скатайте из подготовленной творожной массы шарики, затем положите их на блюдо и формируйте сырники с помощью вот такого стакана. Я этим способом пользуюсь уже много лет, он мне очень нравится, сырники всегда получаются красивые и одинакового размера. Если вы так же, как и я, любите пить чай, но не любите, когда в заварочном чайнике плавает заварка, то на помощь придут специальные фильтр-пакеты, которые можно купить, например, на маркетплейсах. Просто берете такой пакетик и добавляете туда все, что хотите. Заварку, пряности, можно даже ягоды. Затем этот пакетик завязываете, у него там есть завязочки, и складываете в заварочный чайник. Заливаете кипятком, и все. Ваш чай заваривается, он получается очень вкусным. Пакетик безопасный, экологичный, и заварка в чае не плавает. Это правда очень удобно. Особенно мне нравится пользоваться такими фильтр-пакетами, если я завариваю чай с шиповником, который предварительно измельчаю в ступке. Вкус чая получается насыщенный, и шиповник по чайнику не плавает. А это очень удобный способ, как получить нарезку по-корейски без специальной терки. Если вам нужно измельчить морковь или даже тыкву, я, например, на видео измельчаю тыкву, то можно воспользоваться блендером со специальными спиральными насадками. Или, возможно, такую насадку можно купить к вашему блендеру. Получается очень красиво и вкусно, и оригинально, мне кажется. А главное, с помощью блендера это делается намного быстрее. Если вы очень любите тыкву, и вам лень очищать ее от кожуры, если ваша тыква с тонкой кожуркой, то, в принципе, ее можно и не снимать. Посмотрите, какая тонкая кожурка на тыкве у меня на видео. Поэтому я просто нарезаю такую тыкву на кусочки, складываю на противень и запекаю прямо с кожурой. Кожура настолько тонкая, что тыкву, в принципе, можно есть даже с ней. Но это, конечно же, зависит от сорта тыквы. Или же кожурку можно снять после запекания, потому что отделяться так она будет гораздо легче. Я, например, ненавижу чистить уже вареные или запеченные овощи от кожуры. Кожура к ним прилипает, и чистить получается намного дольше. Поэтому я сначала очищаю овощи, сразу их нарезаю, затем складываю форму для запекания, уже нарезанные овощи, и убираю в духовку. Запекаю при температуре 180-190 градусов примерно 30-40 минут. Все зависит от размера кусочков и от овощей, которые вы запекаете. Потом просто достаю овощи. Они получаются очень вкусные, мягкие и сочные, и намного вкуснее, чем вареные овощи. И сразу же добавляю их в салаты. Это очень удобный способ, когда салатов нужно делать много. А если вы готовите салат или какое-то другое блюдо со свежим зеленым горошком, то после того, как вы его отварили, обязательно положите его в холодную, лучше в ледяную воду. Даже можно в эту воду добавить кусочки льда. Это делается для того, чтобы сохранить яркий цвет.